Так, всем привет! С вами Фиоликс ТВ. И сегодня по заявкам в комментариях мы рассмотрим самоделку на тему Великой Отечественной Войны. Встречайте! Вот такая вот самоделка. Самая большая из предыдущих. Рассмотрим её поближе, получше. С левой стороны идёт наступление советских солдат, советской армии. Справа уже немецкие укрепления, довольно-таки хорошо обороняемые и защищённые. Рассмотрим. Первым мы видим немецкого офицера. Вот такое у неё лицо. Из Лего Ниндзяго Мофф. Ну, не суть. Вот такую вот одежду, форму у него. И автомат, ну, не совсем немецкий, но поскольку других у меня не было, я решил поставить его. Следующий идёт немецкий пулемётчик. Пулемёт МГ-62 я покажу в каких-нибудь других видео, но я решил сделать вот этот пулемёт. Следующий, это вот такой вот автоматчик. Немецкий, мне кажется, самый лучший из всех мини-фигурок, находящийся у этой самоделки. Ну, вот так вот его здесь поставим. И с краю тоже располагается немецкий автоматчик. Ну, уже хуже его соседа. Вот так вот. Немецкие укрепления состоят из бака из памбентина, двух баков, пяти мешков с песком и сундучка. Вот. Ну, тоже как укрепление. За немцами располагается ящик с патронами. В следующих видео будут такие же патроны и магазины. И здесь располагается костёр, на котором немцы жарили мясо, ну, то есть обед. Но при наступлении советских солдат им пришлось отменить его. И мясо, естественно, сейчас уже пережаривается. Итак, вот, как сказать, видимость от немецких солдат. Советских солдат. Немецкими солдатами советских солдат и советского наступления. Итак, рассмотрим советских солдат. Здесь, в ТУ, у нас находится пулемётчик, автоматчик. Перепутываю, извините. Вот такой вот у него магазин. Это автомат ППШ. Я сделал у него удлинённый... Подставил удлинённый... Такой вот цилиндрик. Лягерский. Под пулемёт. Потому что два слишком много. А вот такой вот довольно-таки хороший. Ну, и, короче, вот такой вот самодельный автомат. Пишите в комментариях, стоит ли мне разбирать оружие. И вообще делать его осмотр. Итак. Следующий. Это обычный советский солдат. Шлями. Без звёздочек, без всяких обозначений. Такое голодатое лицо. Перед ним бежит. Вот так вот согнуто. Чтобы его не зацепили пули. Тоже солдат. Я подставил вот такую вот кепочку. Вообще это берет. Но я наделал просто берет наоборот. Получилась такая вот кепка. В руке у него также ружьё. И отличается он рюкзаком. Также нормальный рукавамент. С его соседа сзади. И тёмными штанами. Итак. Здесь остальные советские солдаты. У этого винтовка. Уже. Так. У этого тоже ружьё. Я его вот так вот. Также. Тут бежит знаменосец. Несёт знамя. Красное. Потому что это советские солдаты. И перед знаменосцем, защищая его, бежит доблестный. Такой же советский солдат. Уже с более старым видом оружия. Мушкетом. Ружья. И здесь вот у нас командир. У него такие вот. Не помню, как называется. Ну, короче. Погонами назовём. Вот. Пояс. Ну, и такое вот. Леговское. Все леговские части. Здесь у него пистолет Маузер. Советские солдаты носили. ПМ, по-моему. И вот. ТТ, ТТ, ПМ и вот этот пистолет. Так что, вот. И у меня здесь в данном случае падает дерево. Рассмотрим такое вот, немножко дерево. Для стла. Ствол бывший, похож на дерево из Майнкрафта. Ну, не суть. И располагается за солдатами кусты. Тоже куст. И одна трава, которую советский солдат уже снёс своим рождём. Собственно, это вся самоделка. Пишите в комментарии ваше мнение о ней. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.